Дорогие друзья, меня зовут Татьяна Большакова, я куратор лингвистических и литературных проектов Культурного центра Фрэнкотека, и я рада вас приветствовать на очередной стоящей полюбившегося уже цикла «Африканские авантюры» от Арапа Петра Великого до Николая Гумилёва, от кандидата филологических наук, исследователя, писателя Михаила Львовича Ворфа, и сегодня мы продолжаем наше путешествие по Эфиопии, и будем говорить про графа Абая, кто этот человек и как он связан с Россией, вам расскажет Михаил Львович, Михаил Львович, я передаю вам слово. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня продолжаем рассказ о русских авантюристах в конце 19-го, начале 20-го веков, которые оставили свой след в отношениях России и Эфиопии. У нас уже была подробная лекция о авантюре Николая Ашинова, который пытался в 1889 году основать русскую колонию «Новая Москва» на побережье Таджурского залива. Таджурский залив – это часть Красного моря, где сейчас расположено государство Джабути. Тогда еще никакого государства Джабути не было. Тогда французы только-только начинали осваивать эту территорию и превращать ее в свою колонию, которая получила политическую независимость от Франции спустя более чем 80 лет. Прежде чем я расскажу о Николае Степановиче Леонтьеве, человеке оригинальном, авантюристе высокого полета, я бы сказал, я хочу еще отметить, что все вот эти попытки проникновения русских людей в Эфиопию в конце 19-го века, они постепенно привели к установлению дипломатических отношений между Россией и Эфиопией. Напомню, что Эфиопия была единственным государством на территории Африки, которое сохранило свою политическую независимость от колониальных держав и которая ожесточенно боролась за то, чтобы эту независимость сохранить. Так вот, в конце, в самом конце 19-го века Эфиопия представляла собой мощную империю под руководством императора Менелика II. На региональном уровне сама эта империя являлась захватчицей. В это время Эфиопия под руководством вот этого Негусена Геста, то есть царя-царей, императора Менелика II, успешно смогла преодолеть раздробленность внутри страны. Государственность, абсолютная монархия укреплялась. И эта империя прилагала большие усилия к тому, чтобы раздвинуть свои границы в основном на юг Африки и на восток за счет территорий, которые принадлежали другим народам, менее развитым, менее сильным военным отношениям. И вот как раз тогда вот это Ашиновское мероприятие с попыткой установить русскую колонию Новая Москва на побережье Тажурского залива, она как раз явилась одним из первых таких крупных шагов, которые пусть неофициально, но вот в лице этого человека, этого человека, который называл себя воленым казаком, Россия таким образом как бы нащупывала почву. Постепенно эти усилия привели к тому, что, как я уже сказал, спустя почти 10 лет, а точнее в 1898 году, между двумя нашими государствами были установлены дипломатические отношения. Первые дипломатические отношения с каким-либо государством на территории Африки. Но путь этот был не очень быстрый. Россия, в общем-то, не имела каких-то серьезных интересов в этом регионе мира и, собственно говоря, не знала, что там вообще делать, нужно ли ей каким-то образом там усиливать свое влияние или не нужно. Но на всякий случай, коль скоро территория как бы в политическом отношении казалась свободной, скажем так, были вот предприняты некоторые шаги к тому, чтобы по крайней мере прозондировать ситуацию, прощупать почву. И вот такие неофициальные усилия посредством таких вот неординарных людей, как Аршинов, о котором я уже говорил, эти контакты прощупывались. Вот вы видите фотографию вольного казака Николая Ивановича Аршинова, который вошел в историю русско-фербских отношений, как раз как первый человек, который практически попытался закрепиться, безуспешно закрепиться на берегу Красного моря. В связи с этим, прежде чем мы перейдем к рассказу об еще более интересной личности Леонтьева, следует упомянуть и о поручике Викторе Федоровиче Машкове, который намеревался принять участие в этой неудавшейся попытке Аршинова, но в силу ряда обстоятельств не смог этого сделать и появился опять-таки там же на побережье Таджуры, возле городка Абок, упорного пункта Франции, но уже через буквально месяц после того, как лагерь Машкова был подвергнут бомбардировке с моря, несколько человек погибло, всех оставшихся поселенцев в наручниках отправили на французские сначала корабли, и потом под конвоем они были приправлены в Россию, где, в общем, понесли не очень суровое, но все-таки наказание. Так вот, кто такой был Виктор Федорович Машков? Он появился в Абоке под видом корреспондента газеты «Новое время». Там он был офицером, офицером невысокого ранга, один из младших офицеров он был, и проходил службу в городке Карс. Этот городок сейчас находится на территории Турции, но в то время, в конце 19 века, точнее, в 1880-х годах, после войны русско-турецкой, этот город и его крепость находились в составе Российской империи. Вот как раз в гарнизоне, в этом далеком местечке Машков и находился. Что его подвигло направиться в Эфиопию, доподлинно неизвестно. Я думаю, что, скорее всего, просто-напросто человек хотел каким-то образом разнообразить свою жизнь, ему нужна была активная деятельность, надоело сидеть в этом удаленном гарнизоне, и он приложил все возможные усилия к тому, чтобы направиться в Эфиопию. Тем более, ситуация тогда благоприятствовала этому, в России стали проявлять интерес к этой христианской стране, всюду шли разговоры о том, что Эфиопия – это близкие по вере православные люди, что это государство, которое очень расположено к России. И вот под такими идеологическими лозунгами кое-кто пытался туда проникнуть и для себя и для страны, как заявлялось, но прежде всего, конечно, для себя пытались какие-то выгоды там найти. Вот почему я упоминаю о Машкове, потому что он как раз смог самостоятельно, без большой поддержки страны официальной власти российской, потому что российское Министерство иностранных дел очень осторожно подходило к вопросу о связях с Эфиопией, хоть скоро было неясно вообще, кто там имеет какое-то влияние и не приведут ли вот эти усилия к столкновению интересов с какими-то другими державами, ну, например, с Великобританией, с Францией или с Италией. Я вот вам сейчас покажу карту. Вот тут есть карта вот такая, на которой видно как раз, каким образом территории в то время были разделены между основными европейскими державами. Вот вы увидите здесь на крайнем севере, на побережье Красного моря. Это Эритрея, колония уже к тому времени сформировавшаяся Италии. Дальше как раз вот этот вот регион, Таджурский залив, вот он здесь вот. Здесь вот уже помечено Джабути, но Джабути была основана в самом конце 1880-х годов французами. Вообще основная база у них была вот здесь вот, в Абоке. И колония Новая Москва, которую Ашинов хотел организовать, она находилась вот здесь чуть-чуть вот южнее, около местечка Сагалу. Дальше, еще чуть южнее и восточнее, это территория, на которую претендовали англичане, называлась Английская Сомали. У англичан вообще было самое выгодное расположение в этом районе. Они базировались вот здесь вот, в порту Аден. Это место, которое потом стало докторатом Адена, оно входило в состав, административный состав Британской Индии, управлялось из Бомбея. И очень выгодное положение этого места позволяло англичанам контролировать как всю акваторию Красного моря, также и Аденский залив, и большую часть Индийского океана, которая прилегала к рогу Африки. И еще восточнее итальянцы же тоже пытались установить свой контроль над большими территориями Сомали. Эта часть называлась Итальянской Сомали. Таким образом, мы видим, что сама Эфиопия или Абиссиния, как ее тогда называли, сейчас Эфиопию Абиссинии не называют, потому что само по себе слово Абиссиния, оно воспринимается эфиопами не очень благожелательно. Они считают, что это несколько унизительное для них название, поскольку везде, прежде всего в Библии, эта страна всегда называлась Эфиопией. Так вот, мы видим, что, собственно говоря, Эфиопия, она была замкнута как бы внутри африканского рога. Выхода к морю не было никакого, как мы видим. И поэтому, естественно, все усилия Менелика II, императора Эфиопского по расширению территории своего государства, они как раз были направлены на восток и на юг. То есть на те территории, которые к тому времени были, во-первых, очень плохо еще изучены, во-вторых, были населены довольно отсталыми временами, которые не могли оказать большого, такого серьезного сопротивления военной мощи Эфиопской империи. Вот, при этом раскладе Россия к концу 1880-х годов, она тоже такие слабые довольно попытки предпринимала, ну, каким-то образом прощупать почву. Стоит ли вообще суваться в этот регион, нужен ли он? Понятно, это не было, потому что, в отличие от тех держав, о которых я сейчас упомянул, собственно говоря, большого какого-то стратегического интереса этот район для России не представлял. Для, скажем, той же Великобритании, для Франции, с открытием Суэцкого канала в 1869 году, путь из Европы через Красное море и дальше в Индийский океан, он представлялся очень важным. Ну, для Англии он был важен тем, что открывался такой вот легкий относительно и прямой путь в Индию, не нужно было вокруг всей Африки плыть. Для Франции это тоже был очень и очень выпадный путь. У Франции были очень серьезные колониальные интересы в Танкинском заливе, в тех местах, где сейчас расположен Вьетнам. И поэтому туда были постоянно отсылаемы большие силы военных французов. И все они, конечно, шли через Красное море и через Адонский залив. Поэтому вот такой промежуточный пункт для заправки пароходов, военных кораблей, прежде всего углем, они Франции были очень нужны, поскольку Англия, которая базировалась, как я уже сказал, в Адоне, имела там хорошую военную базу, большой склад угольный, Англия подчас отказывала в дозаправке иностранным судам в своем порту. И поэтому так или иначе Франции пришлось предпринять очень серьезные усилия к тому, чтобы освоить вот эту вот территорию вокруг Таджурского залива. Вот этот Абок, потом Джабути, все вот это вот делалось не само по себе, а для того, чтобы обеспечить набежный перевалочный пункт по пути в Индокитай. Что касается Италии, то в отличие от Франции и Англии, у нее не было нигде особенно больших колоний, и как раз ее усилия были сосредоточены именно вот в этом регионе, где успешно им удалось вот основать свою колонию Эритрея, которая сформировалась к 1890 году. И кроме того, большие территориальные приобретения были сделаны на крайнем востоке Африканского рога в итальянском Сомали. Что касается России, то, собственно говоря, вот этот путь через Суэцкий канал и через Красное море дальше в Индийский океан, раньше он имел какое-то теоретическое значение скорее для России, потому что по этому пути перебрасывались и грузы, и люди из Черного моря, то есть с запада России на Дальний Восток, на Сахалин. Если помните, у Чехова есть такое интересное публицистическое произведение, которое называется «Остров Сахалин». Так вот он там описывает, что как раз вот он на Сахалин вот этим вот путем плыл несколько месяцев через Красное море, Цейлон и дальше, дальше, дальше. И таким образом нередко перебрасывались, допустим, большие группы каторжников с Украины, с западных областей России на поселения вот туда вот на Дальнем Востоке, на Сахалине, на Камчатке, на всех этих удаленных территориях. Но к концу XIX века вот этот вот резон, связанный с этим маршрутом, он для России, в общем-то, перестал быть каким-то значимым, поскольку уже в значительной мере была построена Транссибирская железная дорога, и России гораздо удобнее было обеспечивать свои транспортные нужды по переброске с запада на восток именно сухопутным путем, а не вот таким вот кружным через морские порты. Хотя, опять-таки, несколько попыток предпринимались к тому, чтобы исследовать, нет ли возможности где-то организовать, ну, свое какое-то портовое предприятие, наподобие вот этого французского облака, посылались туда даже специальные суда военные российские, но те места, которые были относительно перспективными, все равно оказались очень неудобными. Было принято решение, что нет нужды заниматься тем, чтобы обеспечивать материальном, в практическом плане, вот какую-то стоянку для российских судов. Таким образом, Россия, в общем, как-то не понимала, нужно ей туда входить или не нужно входить, но, коль скоро есть независимое государство, тем более, дальше я вам расскажу чуть, что эта независимая империя, она была заинтересована в том, чтобы заручиться поддержкой какой-то крупной европейской державы, помимо вот Франции, Великобритании, Италии. И поэтому взаимные такие вот усилия по сближению, они предпринимались. Так вот, как я уже сказал, одним из таких людей полуофициальных, которые в самом начале 1890-х годов постарался наладить отношения между двумя странами, был как раз вот Виктор Машков, офицер, который первоначально посетил Эфиопию в 1889 году, встречался с императором Менеликом II, привез от Менелика письмо тогдашнему российскому императору Александру III. И, в общем-то, эти его неофициальные усилия, они были восприняты поначалу неплохо в России. Его даже, Машкова, наградили орденом Владимира в четвертой степени за заслуги. И потом он сумел добиться организации второй командировки в Эфиопию. Эта командировка планировалась длительностью на три года. Он повез письмо из России от российского императора к эфиопскому императору. И летом 1891 года через опять-таки Таджуру, через город Харар на востоке Эфиопии, прибыл в Интото. Интото – это такое место, где тогда располагалась столица Эфиопии. Ну, когда мы говорим о столице, применительно к Эфиопии, то следует учитывать, что, собственно говоря, столиц как каковых в стране никогда не было. Столицей считался императорский военный лагерь, потому что императоры эфиопские, они все время находились в движении, переходя из одной части страны в другую. И это нужно было для того, чтобы держать под контролем своих вассалов, все время демонстрировать свою военную мощь, потому что, если этого не делать, то очень быстро возникали бунты, и местные властители пытались отложиться. Так вот, Интото – это такое место на возвышенности в 889 году. Минилик II как раз решил перенести свою ставку с этого места довольно такого культуронной возвышенности. Там бывает и сыровато, в сезон дождей, там дуют ветры. А у подножия этой горы климат более благоприятный. И вот как раз в 889 году там была заложена нынешняя Адисабеба, столица Фиопии. Так вот, тогда эта Адисабеба пока еще представляла из себя просто сборище каких-то таких лачуг. А дворец императора находился как раз вот в этом Интото. Там Машков был принят. Опять-таки, отношение императора к нему было очень хорошим, потому что Машков обладал определенным шармом, и ему удалось убедить императора, что сам он появился в Эфиопии не просто так, а по поручению российского правительства, российского императора. И поэтому он, мол, является официальным представителем России, которого направили для того, чтобы обеспечить подготовку к созданию дипломатических отношений между двумя империями. Ну, это было, конечно, преувеличение, но, тем не менее, Минилик очень был заинтересован в том, чтобы установить какие-то, хоть какие-то отношения с Россией, поскольку как раз в это время все более напряженной становилась установка в отношениях с Италией, которая, как я уже сказал, обосновалась на севере, в Эритрее. И нужна была Минилику как моральная поддержка, так и материальная, на которую он очень рассчитывал, в виде, прежде всего, поставки оружия. Но, сразу скажу, этого не произошло, но, тем не менее, в 91-м году, когда Машков был в Эфиопии, еще была на это надежда. В марте 92-го года он, Машков, уехал из Эфиопии. С собой он повез письмо Минилика Александру Третьему, и в этом письме содержалась просьба о том, чтобы Россия помогла Эфиопии в случае конфликта с Италией. И, кроме того, частным образом поражалось пожелание, чтобы в Эфиопию приехали военные инструкторы. Но, все это предприятие Виктора Машкова завершилось пшиком, ни к чему оно не привело, потому что, когда он вернулся в Петербург, возникли очень большие претензии к нему со стороны военного министерства. А он к тому времени все еще числился военнослужащим. Вот, его обвинили в растрате средств, в том, что он не выполнил тех поручений, которые ему давались. Все эти обвинения были далеко не беспочвенны. Сейчас просто нет времени подробно рассказывать о том, как себя Машков вел во время этой вот своей, особенно, второй поездки, на которую ему были выделены средства, как я уже сказал, на три года. Но потом очень быстро было принято решение сократить эту командировку до одного года. И вот, когда он вернулся в Россию, отношение к нему и к тому, что он делал в Эфиопии со стороны военного ведомства российского, было очень и очень негативное. Его даже уволили из армии. Хорошо, хоть он не попал под суд. Но, тем не менее, у него сложились относительно неплохие отношения с российским МИДом. И вот там возникло такое противоречие между двумя крупнейшими ведомствами Российской империи, военным министерством, министерством иностранных дел. Военное министерство было против Машкова, призывало к наказанию его, в то время как МИД взял его под свое крыло. И в итоге Машков перешел на службу в российский МИД тогдашник. Но Эфиопское мероприятие его никаких последствий практически не имело, хотя, как я уже сказал, начиналось довольно многообещающе, поскольку Машков обеспечил обмен письмами между императорами. Дальнейшая судьба Машкова, в общем, ничем не примечательна. Он сначала был отправлен в российское посольство в Багдаде, потом всю оставшуюся жизнь он служил по вот этому внешнеполитическому ведомству, находился в разных странах. После большевистской революции, как многие, вынужден был эмигрировать и умер в 1932 году в Белграде. Вот я упомянул о двух людях, о Башинове и Машкове. И, наконец, переходим к Леонтьеву, потому что этот человек, он был как бы следующим звеном в этой длившейся несколько лет эпопии по установлению дипломатических отношений между нашими странами. Ну, кто такой был Николай Степанович Леонтьев? Это был человек весьма состоятельный. Он был херсонский помещик, имел довольно крупное поместье в херсонской губернии. Но, кроме того, он был большим любителем путешествий. Сам он получил довольно хорошее образование, был человеком весьма и весьма образованным, прекрасно играл над пианино, хорошо владел французским языком. Учился он в Николаевском хавалерийском училище в 1891 году, но закончить он это училище не смог, поскольку болел, и был выпущен, в общем-то, в запас, стал поручиком запаса. После этого он предпринял несколько путешествий в разные страны, восточные, прежде всего, азиатские. И стал членом императорского русского географического общества. Дальше произошло следующее. В 1894 году ему обратился Александр Васильевич Елисеев. Вот вы его видите на фото слева. Александр Васильевич Елисеев был военным врачом, был путешественником и также членом императорского географического общества. Он предложил Леонтьеву организовать экспедицию в Эфиопию. Двигло им то же самое, что, в общем, всеми людьми, поскольку тогда Эфиопия, эфиопская тема были довольно популярны в России, выходили книжки, писались статьи, было много рассуждений о религиозной близности между нашими странами, о том, что Эфиопия представляет собой очень удобный плацдарм для того, чтобы Россия каким-то образом заявила о своем присутствии в Африке. И поэтому туда направлялось немало людей, прежде всего, такой авантюрной направленности. Потому что социальные российские ведомства не спешили и очень осторожно относились ко всему, что касается Эфиопии, я уже говорил почему, чтобы, поль скоро, неясно было, кто там обладает таким влиянием, и чтобы случайно не наступить на чью-нибудь мозоль, чтобы не испортить отношения с другими своими партнерами или соперниками, прежде всего, крупными европейскими державами. Стало быть, усилия эти не принимали официальные формы, все время выливались в какие-то такие мероприятия, типа Ашиновской колонии или поездок Машкова. Так вот, сам Васильевич Есеев прежде всего имел научные интересы в Эфиопии. Денег нужно было собрать, где их взять? Вот подвернулся Леонтьев, который с энтузиазмом откликнулся на предложение Елисеева. И в результате была организована экспедиция, которая состояла из 11 человек. Ну, помимо самого Елисеева, который поначалу считался, ну, как бы главой всей этой организации, там, значит, главным деценатом, что ли, финансистом, инвестором, если угодно, был как раз Леонтьев. Кроме того, был приглашен архимандрит Ефрем как духовное лицо. Духовных лиц старались всегда привлекать к такого рода мероприятиям, потому что, как я уже сказал, основным идеологическим посылом было то, что вот это религиозно близкие страны, что эфиопская церковь и религиозное воззрение эфиопов не очень-то сильно отличаются от русского православия, что они практически православные. Все это, конечно, не так. И в ответственных официальных кругах есть документы, где давались справки как раз более-менее такие развернутые о том, что различия между двумя церквями очень серьезные, но официально, вернее, полуофициально, вот привлекая таких людей, как архимандрит Ефрем, допустим, или как архимандрит Паисий, который принимал участие в экспедиции Ашинова, наоборот, на первый план выдвигалась близость двух религий. И, в частности, вот этот вот архимандрит Ефрем, который до того, как стал монахом, был тоже военным врачом по фамилии Цветков, он уже спустя несколько лет написал книгу, вот там титул я привожу, называется «Поездка в Абиссинию». Там он довольно так поверхностно, но, как очевидец, интересно. рассказывает о своих впечатлениях от этой поездки. И там он как раз в этой книге говорит, что вот, мол, Ефиопская церковь – это почти то же самое, что русская православная церковь. Хотя, конечно, повторяю, это далеко не так. Так вот, тем не менее, стало быть, была организована такая вот экспедиция. И на средства Леонтьева плюс привлекались еще небольшие относительно средства, которые пошли в основном на то, чтобы закупить подарки эфиопским руководителям. Привлекались средства и небольшие географического общества самого. И, кроме того, были пожертвования со стороны частных предпринимателей, промышленников русских, которым тоже говорилось, что экономическое сотрудничество с Эфиопией сулит очень большие выгоды. В конце 1894 года вот эта вот делегация, эта экспедиция в составе 11 человек, там также были два специалиста еще, и в качестве участника был еще такой капитан Звягин. Этот капитан Звягин, он потом принимал участие в работе российского Красного Креста. Об этом я скажу чуть попозже. Российского Красного Креста, который был отправлен из России сразу после Эфиопско-Итальянской войны, о которой речь чуть ниже. Так вот, эти люди отправились в Эфиопию. В самом начале уже 1895 года они прибыли опять-таки в Таджуру. Там были очень хорошо приняты французами. Франция тогда считалась союзницей России. И отношения у русских с французами были очень хорошими. Тогда как итальянцы с большим подозрением относились к любой деятельности по мусилиям России в этом регионе, в частности, когда туда поехала вот эта вот экспедиция Елисеева и Леонтьева, то итальянцы, конечно, это восприняли с большим неудовольствием. Но, тем не менее, через Таджуру, через Джабути, все эти 11 человек прибыли в город Харар. Ну, сейчас, чтобы вам было представление, где это находится. Смотрите, на этой карте тут как раз видно. Вот, значит, Джабути, здесь вот Таджура называют, такое местечко Таджура, отсюда и название Таджурский залив. Вот, значит, Абок, Таджура, Джабути. И Джабути, вот, на юг Карар. Карар – это город на востоке нынешней Ефиопии. Издавна один из крупнейших коммерческих центров этого региона. Туда сходились, съезжались караваны и со всех сторон африканского рога, и с юга, и с севера, и с востока. Там товары менялись одни на другие. И обычно через Харар дальше уже караваны шли в, собственно, внутренние районы Ефиопии, в сторону вот как раз Тотта, и это Анкабер, тоже резиденция бывшей имени Лика II. Так что оказались в конце марта 1995 года уже все эти люди в Хараре. Там произошло неожиданное. Ну, просто так по Ефиопии пройти, в общем-то, нельзя. То, чтобы пройти из одной части страны, не из одной части, а из одной провинции в другую, из одного там крупного поселения в другое, всегда нужно заручиться разрешением местных властей, которые получить не так просто, поскольку хотят с этого что-то иметь. И если, в общем, не платить, или если не позволяет там по каким-то причинам политическая обстановка, то можно застрять в том же Хараре очень и очень надолго. Это случилось, ну, например, и даже с тем же Николаем Гумилевым, который позднее гораздо, в 1910 году уже тоже застрял в Хараре, по уровню своей второй поездки в Ефиопию, и так и не добравшись до Адис-Абеба, нужно было повернуть обратно. Ну, вот, примерно то же самое произошло и с этой экспедицией. Там они застряли надолго, никак не могли получить разрешение для того, чтобы поехать дальше. И надо же такому случиться, что Асам Васильевич Елисеев там сильно заболел. Его хватил солнечный удар, он там чуть не умер, и в результате вынужден был вернуться в Россию. Надо сказать, что в том же году он, в общем, помер. Правда, помер он из-за того, что он был практикующим врачом военным. И вот во время одной из операций он заразился какой-то инфекцией и, в общем-то, скончался. Поэтому этот вот замечательный человек прожил жизнь очень недолгую, но вошел вот в историю, опять-таки, русской и федерских отношений тем, что был инициатором вот этой вот первой экспедиции Леонтьева в эфире. Когда удалось спустя несколько недель урегулировать все вопросы с местным губернатором Расом Меконаном? Рас – это титул феодальный, который означает буквально «глава», «глава». То есть после императора бывший феодальный титул – это как раз раз. Ну, точнее, скажем так, бывший феодальный титул в Эфиопии – это Негуценегест, то есть царь царей. Дальше идет Негуз, то есть царь. А вот после царя уже раз. Так вот, губернатором был родственник Менилика II Расом Меконан, отец следующего императора Тафарема Меконана. И, получив разрешение от него, Леонтьев вместе с оставшимися людьми двинулся дальше. Вот как выглядел император Менилик II. Вон там, если видите, в Бамхарске написано «Аця Менилик», то есть император Менилик. А справа его красавица-жена Ичиге Таиту. Вот ради этой своей жены, она у него была второй женой, Менилик II перенес как раз столицу с вершины горы Интота вниз в более благоприятный климат, чтобы супруга не тябла. И таким образом была основана Дисабеба, которая ныне представляет собой один из крупнейших африканских городов, центр политической кризни Африки, где находятся многие учреждения международного характера. Так вот, Леонтьев, прибыв тогда еще в Интота, был принят Мениликом и произвел на него очень хорошее впечатление. Надо сказать, что Николай Степанович Леонтьев обладал очень живым характером, имел определенный шарм, умел войти в доверие к тем, кому хотел он войти в доверие. И, будучи достаточно человеком авантюрным, он выдавал себя за официального представителя российского императора, то есть официального представителя России. Каковым он совершенно не был. Но он очень и очень красноречиво рассказывал Менилику о том, какая Россия мощная держава, что с ней все считаются, что в России очень хотят наладить добрые отношения с Эфиопией, что Россия это совершенно бескорыстная страна. Не преследует она никаких своих таких особых интересов, в отличие от этих вот плохих англичан, французов и всяких прочих итальянцев. То Россия никогда не подведет, что если Эфиопия хочет войти в более тесное отношение с этой крупнейшей европейской державой, которую все слушаются в Европе, стоит только российскому вторю что-то сказать, и все тут же происходит так, как надо. Вот такие байки Леонтьев очень и очень активно рассказывал Менилику. Менилик, конечно, был не такой простой, не надо думать, что он был совсем ни в чем не разбирался, как раз это был очень проницательный человек. Но, как я уже сказал, ситуация тогда была очень благоприятная для такого рода байк, потому что Менилику нужен был союзник, нужна была моральная поддержка, а кроме того, нужны были и материальные какие-то дары, прежде всего в виде оружия. Забегая вперед, скажу, что если какая-то моральная поддержка поначалу и была оказана, то что касается каких-то материальных даров, то с этим все оказалось гораздо труднее. И, в общем-то, во многом благодаря тому, что никакой практической пользы Эфиопия для себя, в общем-то, не имела отношений с Россией. И вот в первые годы после установления дипломатических отношений, то постепенно и даже очень быстро, буквально в течение нескольких лет, эти отношения стали сходить на нет, и, в общем, ничего из них толком не вышло. Во всяком случае, к 1910 году, когда Гумилев появился в Эфиопии, уже эти отношения находились в глубоком и глубоком упадке. Но тогда только все начиналось. И вот этот Леонтьев, импозантный человек, красноречивый человек, приехавший не с пустыми руками, я уже упомянул, что были собраны средства на подарки, а без подарков делать было в Эфиопии, конечно, нечего, было принято обязательно дарить что-то. Так вот, ему удалось как раз склонить императора Менелика к тому, чтобы действительно попробовать каким-то образом эти отношения налаживать. Ну, надо сказать еще, что, допустим, Леонтьев чем еще привлек крупнейших деятелей эфиопских того времени? Тем, что он, например, привез с собой граммофон. Это чуть ли был не первый граммофон, который вообще европейцы привезли в Эфиопию. Чуть позднее он привез, чтобы вы думали, 40 духовых инструментов. И пытался организовать оркестр духовых инструментов, тоже первый в Эфиопии. И сейчас, когда упоминают о Леонтьеве, то как раз говорят, что он был первым европейцем, который организовал оркестр духовых инструментов в Эфиопии. Ну, надо сказать, что судьба этого оркестра тоже не особенно продолжительной была. Как-то Эфиопии не очень-то хорошо освоили эти инструменты. И в итоге с этим оркестром ничего такого значительного не случилось. Но сам жест, согласитесь, весьма интересен. И вот, благодаря своему красноречию, благодаря своей такой напористости, благодаря авантюризму, шарму, благодаря подаркам, благодаря тому, что сумел он просто-напросто уболтать многих приближенных императора и произвел очень хорошее впечатление на самого императора, сказал, уважаемый Менелик Второй, Ваше Высочество, я бы предложил направить делегацию Вашего Высочества в Россию. Эта делегация будет с большим почетом принята, и это послужит установлению связей между нашими двумя странами. Ну, сильное, конечно, было предложение. Не обладая авантюрным характером, его сделать было бы невозможно. Но Леонтьеву в то время это было возможно. В итоге он отправился обратно в Россию в начале лета 1895 года. Не во главе, а в сопровождении эфиопской делегации, главой которой был назначен принц Дамто, двоюродный брат Менелика. Кроме того, в состав делегации входил еще один принц по имени Белачо. Он был племянником Менелика. Также еще два человека входили в него. Кенназмач Гедемие. Кенназмач – это военный титул. Означает командир левого крыла авангарда. Ну, соответствует примерно так полковнику. Но тоже военный чин, и включение его в эту делегацию тоже о чем-то говорит. Ну, и, разумеется, был и духовный представитель Гебрэгзиабхер. На амхарском языке Гебрэгзиабхер – это имя означает раб Божий. Вот он назывался Леонтьевым епископом харарским. На самом деле, конечно, он никаким епископом не был. Был он священником, настоятелем церкви в хараре. И был он духовником Расом и Конона, губернатора провинции Харарге. То есть тоже человек немаленького социального положения. Вот во главе этой делегации, сопровождая ее, Леонтьев, как снег на голову, свалился на головы российских представителей. Я не шучу. Можете улыбаться, но именно так оно и было. Потому что, когда эта делегация сначала появилась в Каире, она остановилась там, ну, в Александрию они прибыли, потом прибыли в Каир, и российский представитель в Каире писал депешу срочную Петербург, что делать? Появилась эфиопская делегация, высокопоставленная, посланная самим императором Эфиопии. Ее надо бы принять, потому что вот Николай Степанович Леонтьев, который сопровождает эту делегацию, говорит, что это очень важно, и что, собственно говоря, если удастся произвести хорошее впечатление, то можно будет установить полноценные дипломатические отношения между двумя государствами, а это очень важно, потому что у России нету другого дипломатического представительства в Африке. То же самое, когда эта делегация была вот так вот с большими хлопотами приправлена в Одессу, причем представитель российский вот в Каире, о котором я упоминал, вылетела у меня из памяти его фамилия, но не буду сейчас смотреть, в источниках, неважно. Он как раз еще, это в этой секретной дипеше, было написано, что я не знаю вообще, как относиться к этим людям, потому что, может быть, они, конечно, делегация, но никаких официальных уведомлений со стороны никого, ни со стороны России, ни со стороны Эфиопии у меня нет, я вообще не знаю, кто это такие, поэтому я им рекомендовал просто-напросто сидеть в гостинице, никуда не выходить, а потом, мол, я их стараюсь посадить на пароход, переправить в Одессу, а вы уж их там примите. И вот получает точно такую же дипешу градоначальник ОТЭСКИ. Приезжает эта делегация, что с ней делать, но тут уже какие-то действия были предприняты со стороны чиновников МИДовских из Санкт-Петербурга, было принято решение, что эту делегацию нужно принять по высшему разряду, и поэтому уже начиная с Одессы, с большим почетом, всех этих людей посадили в мягкое купе Экспрессо, они доехали до Москвы, потом доехали до Санкт-Петербурга, везде их принимали очень и очень хорошо, и они даже удостоились того, что им была оказана большая честь. Они имели аудиенцию с российским императором. С российским императором, но император уже в то время был Николай II, потому что все это происходило, как я уже сказал, летом 1895 года. Александр III умер в конце 1794 года, и сразу же на трон взошел его сын Николай II. Так вот, одним из поводов для этой делегации, что, собственно говоря, на первый план выставлял всегда и Леонтьев, это то, что вот, мол, император Менелиг II, он хочет отдать дань уважения усопшему императору Александру III, которому он находился в переписке благодаря Машкову, о котором мы говорили чуть раньше. И вот, мол, эта делегация, она хочет посетить место погребения усопшего императора и высказать свои соболезнования и надежду на установление дружеских отношений уже новому императору. И хочет поздравить Николая II с вступлением на трон. То есть, как видим, в общем, мотивы были весьма и весьма в токе, и поэтому Петербург, оправившись от неожиданности, среагировал уже должным образом, и делегация эта была принята по высшему разряд. Ну вот, я вам зачитаю те дары, которые привезли эти люди для императора Николая II. Орден печати Соломона с бриллиантами, золотой крест массивный, евангелие древнего письма в переплете, государыне императрице, золотая булавка для головы, царское ожерелье золотое, ожерелье золотое местной филигранной работы, два золотых браслета филигранной работы, царские браслеты для ног, золотые, с украшениями, и кроме того, были письма Николая II от Менелика II и государыне императрице от царицы Таиду. Так что делегация эфиопов тоже не ударила в грязь лицом, очень хорошо прошел этот визит в итоге, и осенью 95-го года Николай II распорядился, чтобы Леонтьев в качестве жеста такого почета и уважения сопроводил эту делегацию обратно до Эфиопии. Они уехали, и, к сожалению, очень скоро в битве при Адово, о которой я сейчас буду рассказывать, оба родственника Менелика и принц Тамто, и принц Белячеву погибли, будучи очень молодыми. Так вот, к этому времени, то есть, к концу 95-го года, Эфиопия находилась на грани войны с Италией. Уже начались некоторые даже военные стычки. Дело в том, что Италия вела себя наиболее агрессивно, если сравнивать ее действия с, допустим, действиями французов и действиями англичан. В этом районе она была более такой напористой и воинственной. Ну, это объяснялось опять-таки очень просто тем, что, собственно говоря, для Италии вот эти вот территории на африканском роге, они представляли особую важность, потому что других каких-то крупных полониальных владений у Италии не было. И вот, основав к 90-му году колонию Эритрею и подписав с Менеликом так называемый Учальский договор, где были зафиксированы некоторые моменты, причем зафиксированы так, мошенническим образом провозглашалось в итальянском тексте. Так составлен был текст, что можно было подумать, что Эфиопия и конкретно Менелик второй соглашаются на протекторат со стороны Италии. Тогда, как в амхарском тексте того же документа, в общем, смысла этого совершенно не было. И поэтому, когда обнаружились вот эти вот расхождения, это привело к большому скандалу, итальянцы в общем-то вели себя нахраписто, пытались двинуться дальше в глубь Эфиопии с тем, чтобы завоевать еще больше территорий, при этом не учитывали реальной расстановки сил. в итоге в конце, в самом конце 95-го года начались военные действия, сначала это были относительно небольшие стычки, причем в этих стычках итальянцы несли потери, но это не сколько их не обескуражило, они продолжали вести себя очень напористо, и это привело к крупнейшему столкновению, к крупнейшей битве, битве при городке Адуа, которая состоялась 1 марта 1896 года. Ну, на карте вот посмотрите, Адуа, это вот как раз вот здесь вот север, вот это вот Аксун, город, где собственно все государство началось около 2000 лет назад, вот она Эритрея, а этот городок Адуа, он находится чуть-чуть вот сюда южнее. Сюда были стянуты значительные силы, когда стало ясно, что решающего сражения не избежать, то подтянуты были со стороны Италии во главе с генералом Боротьери около 20 тысяч солдат, 62 артиллерийских орудия, со стороны эфиопов, которыми руководил общий руководство осуществлял сам Мини-лиг, но кроме того, там были такие его главные военачальники, как уже упоминавшийся эфиопов, допустим, раз Алюла, раз Миконан, губернатор Харара, со стороны эфиопов было по разным оценкам от 80 до 100 тысяч солдат и 42 артиллерийских соотношение соотношение военной силы, живой силы было примерно 1 к 5 в пользу эфиопов. Но итальянцы рассчитывали на то, что благодаря своему более совершенному вооружению и лучшей, как они считали, организации армейской, им удастся такими вот силами эфиопов разгромить. Но они просчитались. В результате этого кровавого побоища они были полностью разбиты. Потери итальянцев составили убитыми и тяжело ранеными 11 тысяч примерно человек. И где-то около 4 тысяч, включая 42 офицеров, попали в плен эфиопов. То есть, как мы видим, практически весь этот корпус итальянский, он был уничтожен просто-напросто. Выжить удалось менее, чем 3 тысячам военнослужащих, из них 56 офицеров. Вот все, что осталось от итальянского контингента. Со стороны эфиопов потери были примерно такие же. Ну, эфиопы считают, что они потеряли убитыми 4 тысячи человек, 6 тысяч человек раненых было. Со стороны итальянцев оценка 5 тысяч убитых эфиопов и 10 тысяч раненых. Но это, собственно говоря, все эти цифры, они никакого особенного значения не имеют с военной точки зрения, поскольку что бы там ни было, в любом случае вся вот эта итальянская группировка была уничтожена. и в истории Эфиопии это, пожалуй, самая крупная победа эфиопов над европейской армией за вообще все столетия, за все время, которое было. Надо сказать, что в это время Леонтьев находился в Эфиопии и как раз он находился при войсках эфиопов. Он предлагал свои услуги в качестве посредника между эфиопами и итальянцами, но эти, в общем-то, услугами никто не воспользовался. Вместе с ним были еще несколько российских отставных офицеров, которые тоже находились при эфиопской армии. Но вопреки тем сообщениям, которые иногда приходится читать на разных сайтах, российские военные не принимали участие в этой битве. Сам Леонтьев и его люди находились примерно в 30 верстах, как писал в своей книге «Архимандрит Ефреем», в 30 верстах от поля битвы. И поэтому практически они, конечно, участия в этой бойне не принимали. Но накануне всех этих событий Менелик в общем-то интересовался мнением Леонтьева, потому что Леонтьев, он, как я уже вам говорил, все-таки получил такое начальное военное образование, хоть до конца и не окончил военное училище, но со свойственным ему безостенчивостью, что ли, точно так же, как он говорил, что является официальным представителем России, точно так же он выдавал себя и за знатока военного дела. и советы предоставлял эфиопам. Но накануне всех этих событий основной его совет заключался в том, что нужно придерживаться такой тактики, которую избрали, избрала русская армия во главе с Кутузовым во время 1812 войны, 1812 года, когда французы вторглись в Россию. То есть, что надо делать? Надо не вступать в прямую конфронтацию с противником, поскольку силенок вроде как маловато. Нужно его противника, так сказать, такими-то наскоками крепать, постепенно заманивая вглубь своей территории. И тогда, мол, удастся растянуть вот эту вот часть военного корпуса итальянского и частями-частями, так сказать, покусывая сначала, а потом нанести решающий удар и всех уничтожить. Ну, сейчас так, когда слышишь, конечно, все эти рассуждения, можно сказать, что ну, это так, сказки какие-то. Ну, как мы видим, в реальности, в общем, произошло почти то же самое, о чем говорил Леонид, потому что эфиопы, в общем-то, немножко оттянули вглубь своей территории вот эти итальянские войска и потом, правда, дальше, так сказать, они не увлекали их за собой, никто не отступал к Интото или Конкоберу, но в результате вот такой вот решительной битвы удалось уничтожить всю эту итальянскую группировку. Вот, итальянцы, конечно, были шокированы всем этим, но надо сказать, что Менелику не удалось закрепить свой успех, не удалось пробиться к морю. В результате итальянцы прислали дополнительные силы, в глубь страны они уже не двигались, но на территории Эритреи они уже довольно прочно обосновались, укрепились, в частности, город есть такой Масава, довольно крупный порт, здесь вот он, да, вот он, вот она, Масава, вот здесь вот. Здесь они укрепились, в порту Ассаб они укрепились, и вот на эти территории собственно Эфиопы проникнуть уже не смогли. И далее на протяжении следующих нескольких десятилетий Эфиопия так и оставалась без выхода к морю. Итальянцы взяли реванш спустя 40 лет. В 1935 году Италия вторглась в Эфиопию, и уже в этот раз, видимо, были извлечены уроки предыдущего разгрома, итальянцам удалось дойти до Одисабебы, они захватили Одисабебу, и в течение пяти лет в общем-то страна находилась под итальянской оккупацией. И в 1941 году благодаря прямому участию англичан, английских войск, Эфиопам удалось все-таки их оттуда вытурить. Надо сказать, что вот эта война, которую начали итальянцы против Эфиопии в 1935 году, некоторые военные историки считают, что это явилось началом Второй мировой войны. Вот такая история, связанная с битвой при Аду. В это время, как я уже сказал, Ионтьев находился при дворе Минилика, его отношения с государем еще более укрепились, и он даже получил сначала как раз титул графа Абая, титул, который ничего не значит вообще в Эфиопии, потому что никаких ни графов, ни баронов, ни маркизов в Эфиопии никогда не было, да и сейчас нет. Поэтому Минилик мог раздавать вот эти вот такие, а может быть это и сам Леонтьев придумал просто-напросто. Но правда, надо сказать, Минилик также наградил графским титулом еще и французского посла Лагарда, который несколько десятилетий находился в Эфиопии и являлся очень заметным лицом на политической арене этой страны. Гораздо важнее было то, что Минилик присвоил Леонтьеву звание Дэджазмача. Дэджазмача это очень высокий военный титул в феодальной военной иерархии Эфиопской. Соответствует примерно званию генерала. Вот это уже действительно было очень и очень важное явление. По результатам вот этой вот войны, впечатления об этой войне и некоторые сведения о ней изложены в книге Юрия Ельца. Вот титул, обложку и титул, которые вы видите на экране. Эта книга вышла, была написана в начале 1898 года, то есть прошло где-то год с небольшим после вот этих вот событий. Елец в то время был начинающий литератор и журналист. Впоследствии он написал еще много книг, был очень кладовит. Ну, судя по стилю, по тому, что изложено там, вот написано, что это по документам Николая Степановича Леонтьева. Я думаю, так у меня, по крайней мере, складывается впечатление, что это была заказная книга, которую сам Леонтьев в момент своего расцвета, так сказать, когда у него дела очень и очень хорошо складывались в Эфиопии, он вот заказал этому начинающему журналисту и очень, в общем-то, достаточно толково, прилежно Юрий Елец изложил те материалы, которые ему предоставил Леонтьев. Ну, смысл их о войне с Италией там, кстати, говорится, но не сказать, чтобы особенно много, но довольно много всяких хвалебных высказываний в адрес самого Леонтьева. Ну, и интересна эта книга еще тем, что там перечисляются некоторые события, некоторые реальные происшествия, которые случились в то время с Леонтьевым. Так что книга заслуживает внимания. Вот в этой книге как раз имеется несколько фотографий Леонтьева, потому что вообще-то нигде в других местах изображений этого человека нет. А здесь вот он, ну, во-первых, вот главная большая его фотография. Вначале это тоже как раз из книги Ельца. И вот здесь вот вот так вот выглядел Николай Степанович. Довольно импозантный человек. Вот он здесь своим оруженосцем. И дальше происходит удивительное дело. Менелик незадолго до описываемых событий завоевал Южные области, которые раньше Эфиопии не принадлежали. На границе с нынешней Кенией, в районе озера Рудольф. Далее эти успехи были закреплены тем, что осенью 1897 года были Менеликом организованы три военных экспедиции по завоеванию соседних с его державой территорий. Одна экспедиция, во главе которой стоял упоминавшийся Расме Конон, губернатор Харара, во главе 30-тысячного войска он завоевал область на юго-востоке, Пене-Шенгул такая. Эта область была очень важна тем, что там были обнаружены богатые золотые пристили. Вот это было поставлено под контроль Эфиопия. Вторая экспедиция военная в главе с Деджазмачем, то есть генералом Тесемой, была отправлена на юго-запад областей в нижнее течение реки Сабата и верхнее течение Нила. Это на западе Эфиопии на границе с Суданом. Во главе 8-тысячного отряда там тоже была установлена эфиопская власть и местные царки, местные вожди стали вассалами Менелика II. И, наконец, третья, может быть, даже самая важная экспедиция военная была организована во главе с расом Вольда Георгисом в Кафу. Это на самом юге как раз страны, в районе озера Рудольфа. Вот в той экспедиции с 1997 года принял участие Александр Ксавельевич Булатович, о котором надо будет тоже как-нибудь рассказать, может быть, посвятить отдельную лекцию, потому что это тоже замечательный, интересный человек. человек. Вот, ну вот, смотрите, тут вот еще одна из фотографий, где изображен один из военачальников Менелика, принимавших участие в битве при Адуа, Рас Алюла, вот он, вот, а это вот тоже Леонтьев, Рас Алюла с сыном господином Леонтьевым в лагере Раса Мангаши. Так вот, совсем недавно была завоевана эта территория и Менелику нужно было там свою власть укрепить. Так вот, он назначил Леонтьева губернатором как раз вот этих вот новоприобретенных властей. вот этой культуральной провинции округа Ува и Баку. Вот если, допустим, для ориентировки Адуа, это где-то вот здесь вот, это вот Эритрея, вот здесь вот Энтота, Адисабеба, Акафа, это вот самая южная часть озера Рудольфа, сейчас это называется озеро Туркана. и вот в этих вот областях Менелик обещал, что сделает Леонтьева губернатором. Ну, Леонтьеву это было очень, конечно, ясно и выгодно, потому что быть губернатором такой области, где, как считалось, много золота, много слоновой кости, ну, сулило большие выгоды. И вот он начал организовывать экспедицию. Эта экспедиция в эквентаральные провинции, вот в эти, она началась как раз где-то с 1897 года. Леонтьев отправился в Европу по поручению Менелика, он там должен был приобрести оружие, а кроме того найти инвесторов, с чем он, в общем-то, успешно исправился. Он заручился поддержкой многих промышленников, предпринимателей и даже членов известных королевских семейств. Например, принял участие в его этом мероприятии принц Анри Орлеанский. Одно время он считался даже заместителем Леонтьева в этой экспедиции. И вот в 97-м году, в течение 97-го года Леонтьев нашел большие средства у европейцев и у российских тоже предпринимателей. Тем он им напевал, что очень и очень это богатая провинция, что там можно сколотить большие состояния, что там много золота. и снарядив, закупив оружие, привезя его в Эфиопию, он уже готовился отправиться как раз из Харара туда на юг. Но произошло опять-таки неожиданное происшествие. Во время демонстрации пулемета, новинки, в общем, которой тогда в Эфиопии не было, все это происходило в Хараре, Эфиоп, который из этого пулемета стрелял, случайно попал в самого Леонтьева, стрелил ему обе ноги. И, в общем-то, чудом Леонтьев спасся, вынужден был уехать опять в Европу на несколько месяцев на лечение. Но вылечился и через несколько месяцев приехал обратно в Эфиопию, уже значительно подлечившись, но немножко, правда, хромал. И в ноябре 1898 года он все-таки сумел окончить подготовку вот к этой крупной экспедиции на юг и вместе с ней отправился. Это была действительно очень и очень серьезная экспедиция. Во голове ее Леонтьев разумеется был сам имея титул деджазмача, то есть генеральский титул. Он был начальником экспедиции. Его заместителем считался как раз вот этот принц Андрей Орлеанский из одного из королевских домов европейских. Но этот принц не участвовал непосредственно в самой экспедиции. он находился в забути и потом вернулся в Европу. И хорошо сделал, потому что иначе бы он попал вместе с Леонтьевым в очень неприятную историю. Так вот, заместителем Леонтьева был барон Николай Николаевич Шедевр. Николай Николаевич Шедевр это тоже земляк, между прочим, Леонтьева, херсонский помещик, офицер в отставке, получил титул фитоурари. Фитоурари это тоже военный титул, но соответствует опять-таки где-то примерно подполковнику, наверное, в европейских армиях. Этот Николай Николаевич Шедевр он потом долго жил в Эфиопии и выполнял различные поручения Менелика Второго. В экспедиции же Леонтьева он был заместителем и кроме того там было еще несколько российских основных офицеров. Среди них Иван Бабичев, Сенегов, Евгений Сенегов, о котором я подробно рассказывал в прошлой лекции. Были там еще такие офицеры как Агапов, Адзеев, Петров и некоторые другие. Врачом был тоже русский подданный Канн. принимал активное участие французский офицер Сибилу и кроме того было интересное явление. Леонтьев сумел договориться с французами о том, что французское правительство даст своего распоряжения роту синегальских стрелков под командой капитана Леи Мари в численности около двухсот человек. Но это было вообще интересное явление, потому что получалось, что официальные колониальные войска Франции были как бы ну сданы в аренду что ли в качестве наемников вот под частное собственно говоря мероприятие Леонтьева. Но тем не менее это было так и рота синегальских стрелков принимала участие в походе в Кафу. Кроме того, был взвод арабских скаутов на верблюдах и все это сопровождали еще две тысячи эфиопских пехотинцев и кавалерии под командой Дэ Джазмача ТСМ того из приближенных Минилика. Вот вся эта крупная военная рать она отправилась в Кафу и 8 августа 1899 года они достигли озера Рудольфов и нижнего течения реки Ому. Эта река здесь примерно протекает, вот озеро Рудольфа, вот сюда на западный берег пришла вся эта рать. Дальше произошло следующее. Леонтьев везде распространял слухи среди инвесторов, с которыми имел дело, то якобы золотые прииски и вообще все, что находится в этой части вновь завоеванных территорий эфиопских, что это как бы отдано ему в концессию самим императором, что это принадлежит собственно говоря ему, и он волен распоряжаться всем этим по своему усмотрению, как своими собственно говоря частными угодьями. В самом деле это было далеко не так. Более того, очень скоро выяснилось, что вся вот эта военная сила во главе с Леонтьевым, она вела себя очень жестоко в отношении к местному населению. Когда возникли трудности со снабжением, началось дезертирство, например, доктор Канн, сенегальцы некоторые, они просто-напросто дезертировали. И были потери среди других военнослужащих, погибали и были ранены в столкновениях с местными племенами. Так вот, чтобы добывать это продовольствие, подчас приходилось уничтожать целые деревни. И более того, очень скоро Минилик почувствовал, что у него могут возникнуть очень серьезные проблемы с англичанами, которые вот в этом регионе, а это регион, видите, он, собственно говоря, пограничный с Кенией. Все, что южнее, это уже места, где очень активно вели себя англичане. Вот, ну, известно, например, опять-таки во многих местах можно прочитать, что Николай Николаевич шедевр, геройски поднял эфиопский флаг на одной из высот на западном берегу вот этого озера Рудольф. Дело в том, что там, так же, как и в других местах, где тоже подчас поднимались эфиопские флаги, совершенно незаконные с точки зрения английских властей, это не могло привести ни к чему иному, как просто к столкновению с англичанами. И Менелик очень скоро получил сообщение, что англичане крайне недовольны поведением Леонтьева и его людей, и что, если так будет продолжаться дальше, то может возникнуть вообще война с англичанами, чему, конечно, пометуя о экспедиции Непира в 1868 году, когда англичане нагло разгромили войска тогдашнего императора Теодроса, англичане это не итальянцы в военном отношении, с ними, в общем, как-то не очень хотелось императору Эфиопии вступать в конфликт, поэтому он решил отозвать Леонтьева, Леонтьев вернулся, а тут когда еще Менелик услышал, что Леонтьев везде говорит о том, что якобы золотые прииски и прочие полезные ископаемые чуть ли не дарованы императором ему, что совершенно не соответствовало действительности, то это, конечно, привело к возмущению, и в итоге Леонтьев был лишен всех своих привилегий, император лишил его титула де джазмача, лишил его положения губернатора, которое было ему обещано, вместо него послал своего надежного человека в те области, и к 1900 году Леонтьев, в общем-то, попал в немилость к Менелику II, его положение очень-очень резко ухудшилось. Кроме того, он все это время вел подчас очень-очень рискованные дела с инвесторами из Европы. В частности, возник скандал с крупной бельгийской компанией, которая сильно вложилась как раз в развитии этих мифических золотых приисков, выдала большие средства в качестве аванса Леонтьеву под гарантию доходов из этих мест. И когда оказалось, что у Леонтьева за душой ничего нет, что все это пустые слова, и рассказы о том, что он владеет гигантскими концессиями, которые даровал ему Минилик, что все это пшик полный, тут-то разразился настоящий скандал. Надо сказать, что до этого, когда Леонтьев был в фаворе у Минилика, действительно могло у посторонних людей создаться впечатление, что Леонтьев какое-то исключительное положение занимает. Например, Минилик ему предоставил земельные участки, причем их было довольно много, и располагались они примерно в 30 километрах друг от друга от Адис-Абебы на юг вот отсюда, от Адис-Абебы на юг Кафе, через каждые 30 километров, где как бы были угодья вот этого Леонтьева. Делалось это для того, чтобы Леонтьев во время поездки из Адис-Абебы по всему маршруту мог всегда останавливаться на ночлег в своих собственных имениях. Это было. Но потом этого всего его лишили. И вот как раз в 900-м году грянул гром, когда бельгийцы предъявили свои претензии, когда выяснилось, что Леонтьев далеко не чистоплотен в своих финансовых отношениях, что он просто-напросто вводил заблуждение, а то и прямо прибегал к обману тех людей, которые доверяли ему свои средства, тут все покатилось под уклон. В январе 1902 года это завершилось тем, что император распорядился выслать Леонтьева из страны, тот был вынужден уехать, зимой 1902-1903 годов он провел в Дебутии, все еще надеясь каким-то образом помириться с Менеликом, это ему не удалось, и в конце концов он был вынужден уехать с позором из Эфиопии, часть людей, которых он туда призвал, из тех офицеров, которые были вместе с ним в походе лицей в Кафу, они тоже все разъехались, но некоторые, например, Бабичев остались на службе у Менелика, и тот же шедевр, о котором мне говорят Николай Николаевич, тоже остался на службе у Менелика, и они потом, в общем-то, еще многие годы довольно успешно Бабичев так всю свою жизнь был снаблен, и его потомки Мишка Бабичев, Мишка это официальное название, не Михаил, а Мишка, Мишка Бабичев стал первым летчиком Эфиопским, командующим, состоящим из нескольких бипланов деревянных Эфиопской авиации во время вот как раз войны с Италией в 50-е годы, а потом Эфиопский посол в Советском Союзе уроженился на русской женщине, имел русского ребенка, который при отъезде из России не смог вывезти их вместе с собой, его заставили с ними расстаться, и это женщина и ребенок, которых он очень любил, в общем, всю жизнь в Советском Союзе оставались и не могли со своим папой и мужем так сказать общаться, вот такая судьба Томков, одного из офицеров, который был вместе с Леонтьевым в Эфиопии. Но большинство из них уехали, сам Леонтьев, когда вспыхнула русско-японская война, он принимал участие в этой войне, принимал достаточно достойно, но потом окончательно вышел, так сказать, в отставку, оказался неудел, вся вот эта эфиопская эпопея, это был его звездный час. Умер он в Париже, как говорят, был убит на дуэли, детей у него не было, незадолго до смерти он якобы сказал одному из своих знакомых с Путина без дела, кажется, мог бы быть полезен, но нигде не нахожу сочувствия. Ну, сочувствия действительно найти себе не мог, пытался он потом опять в Эфиопию приехать, но там уже он был персоной нон-грата, никто не хотел иметь с ним дело, репутация его оказалась слишком испачкана вот такими всеми аферами, которые он проворачивал в период благоволения со стороны Менелика Второго, и в итоге вот окончил он свою жизнь совершенно так вот безвестности в Париже, но свои средства, свое имение в Херсоне завещал географическому обществу, чтобы на доходы с этого имения снаряжались экспедиции в Абиссинию и другие страны. Ну, вот такой вот интересный путь этого человека, надо, я еще тут не упомянул, что в 1898 году, когда наконец русская дипломатическая миссия прибыла в Эфиопию и дипломатические отношения были установлены, Леонтьев очень и очень сильно враждовал с руководителем этой миссии Власовым, когда вот Леонтьев был, допустим, ранен в ноги, как я говорил, в Хараре, Власов отказался присылать к нему русских врачей, потому что не хотел иметь с ним никакого дела, Леонтьев интриговал против этого Власа, называл его английским шпионом, хотя никаким английским шпионом, разумеется, Власов не был, но у него была жена англичанка. Вот на основании этого, собственно говоря, и было это обвинение. И он таки добился того, я имею в виду Леонтьев, добился того, что Власов был отозван и, в общем, его миссия тоже не особенно была успешной в Эфиопии. Ну, вот я на этом, пожалуй, закончу. Такая вот интересная история, которая, тем не менее, напрямую связана с тем, что все-таки официальные отношения между нашими странами были в конце 19 века установлены, благодаря действиям таких вот замечательных людей, как Ашинов, Машков, Леонтьев, Булатович, о котором, к сожалению, мы мало сегодня говорили, Пабичев и некоторые другие. Ну, вот то, что я вам могу об этом сказать. Пока что все. Если хотите что-то меня спросить, пожалуйста, попробую ответить. Спасибо большое, Михаил Львович, за очередную прекрасную лекцию. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, или если у вас работает микрофон, вы можете подключить микрофон и спросить Михаила Львовича лично. Пока я уточню, вот арабские скауты на верблюдах, это какой-то тип войск? Кто это? Ну, это арабские скауты, так их называют. Это, собственно говоря, что-то вроде разведчиков таких. Скаут это разведчик такой. То есть это небольшие подразделения, которые высылались обычно вперед, шли в авангарде основных сил для того, чтобы разведать обстановку, выяснить, что там творится, нет ли засад каких-нибудь. Вот в этом была их роль. А скауты, это у них официальное название или это их перевели? Ну, так принято их называть в литературе. В самом деле, конечно, они назывались там как-нибудь по-своему, наверняка. Но вот в европейской литературе и в русскоязычной в том числе их принято называть вот такими. Ну, как-то называть арабскими разведчиками, тоже как-то не особенно. Ну, по крайней мере, принято так. Я просто сейчас читаю книжку про Иран, там тоже пионерское движение, и я понимаю, что я больше не нахожу нигде слово пионеры, поэтому я... Скауты, пионеры. Поэтому я везде реагирую на слова пионеры, скауты. Советские пионеры, если опять о том же говорить, это, собственно говоря, калька с американских скаутов. Да, да. Скаутское движение американское, вот этих вот молодых людей, которые походы ходят там. Это вот Советский Союз, советская, так сказать, пропаганда по-своему сделала вот пионеров. Я вот сам был пионером, например, носил галстук. Так что я тоже могу считаться скаутом. Замечательно. Так, пока у нас вопросов нет, очень все благодарят за реакцию, что все очень было интересно. Да, давайте я тоже еще раз спрошу, раз я все равно здесь, а вот Сенегайские стылки, они как в этот поход попали, они же вроде из французской колонии немножко. Вот я про то и говорю, смотрите, вот это как раз одно из свидетельств того, насколько мог быть как бы убедителен вот этот вот человек, что он сумел не только, он под свое частное, собственно говоря, предприятие, он сумел подвязать вот целый ряд вот таких вот совершенно разнообразных людей, вот этих арабских скаутов, да, и эфиопская там армия в количестве двух тысяч человек, и более того, он сумел договориться при посредничестве, конечно, и при поддержке вот своих влиятельных, так сказать, знакомых и друзей той же Франции, ну, того же принца Орлянского, которых он сумел, ну, увлечь тем, что вот, мол, какие горы золотые там их ждут в этой карте, что Франция, это-то и является как раз одним из удивительных вообще черт этой экспедиции, что частному лицу, авантюристу, по сути дела, за спиной которого никакой такой особой официальной поддержки не было ни со стороны России, ни со стороны там этой Эфиопии, ну, за исключением только, может быть, писем каких-нибудь или бумаг, но ему удалось организовать аренду, по сути дела, вот этих официальных, правительственных, колониальных войск французских под свое, так сказать, дело. И во главе вот этих вот синекальских стрелков стояли все французские офицеры командирами. Часть из них, как я упомянул, дезертировали потом, когда там столкнулись они с большими сложностями в этой конференции. Но тем не менее, вот это вот одно из ярких явлений его авантюрного склада характера и того, что он вот в расцвет свой умел добиваться поставленных задач. Умел большие деньги находить, умел привлекать большие силы, а потом вдруг все это оказалось пшиком. Поэтому мы называем его авантюристом. И поэтому он поставил неловкое положение прежде всего Менелика самого. Но, между прочим, не зря российские-то власти, они с большим подозрением всегда относились к нему и к таким людям. И никогда не хотели кардбланш давать или вообще оказывать какую-то официальную поддержку им. Поэтому здесь Министерство иностранных дел императорской России очень предусмотрительное было. Ирина пишет, что он был талантливый человек, но без верного применения. И Алла задает очень практический вопрос. Золото нашли? Разработали? Золото там нашли. Там было золото, его разрабатывали, но только уже без участия Леонтьева, потому что Менелик очень ревностно относился именно к золотым своим запасам и никаких концессий он просто так не раздавал. Хотя иногда привлекал старателей, инженеров горных. Например, в 1903 году известная экспедиция была Кумракова. российского инженера горного. Это уже по официальной линии. Просто-напросто уже по договоренности с Россией этот Кумраков был послан правда не в Кафу а в другое там место. И он там как раз вот занимался изысканием золотым нашел золото, но добывать золото там никому не позволялось. Так что за этим очень и очень следили. Но все-таки там вот в Кафе конкретно там оказались не такие уж фантастически богатые эти залежи. И слоной кости там не оказалось так много, как Леонтьев говорил всем. И поэтому это и привело потом к краху, что в общем все это ля-ля было. Деньги большие под это он подвязал. А Алла спрашивает, кому сейчас принадлежит эта территория? Эфиопия. Эфиопия все. Есть провинция Кафа, да. Эта территория принадлежит Эфиопии. Угу. Ее как тогда завоевали, так вот она и потом в итоге, когда вот эти флаги все эфиопские там снимали со спорных мест, потом была демаркирована граница, и вот здесь вот на карте видно хорошо. Все, что южнее, это Кения, а тогда это были эти английские владения, все, что севернее, это Эфиопия. И вот как раз вот по этой границе сейчас и происходит раздел. Так что Кафа находится в Эфиопии. Кофе оттуда происходит, кофе-кафа. А-а. Да. Так. Друзья, если у вас нет больше вопросов, тогда мы еще раз поднимем Михаила Львовича за прекрасную лекцию. Значит, в следующий раз мы отвлечемся от русских обоинтересных Эфиопии и вообще от Эфиопии отвлечемся. Мы с вами отправимся в Сомали вместе с французским поэтом, проклятым поэтом Артюром Ромбо. Лекция будет приурочена к Дню Франции, конкретно про дату и время мы вам расскажем чуть-чуть позже. Вот. Всем спасибо, большая запись. Я сейчас приостановлю. если техника не подвезет. Татьяна, я единственное только хотел бы напомнить, если вдруг кому захочется там почитать более подробно о всяких этих делах, вы там, у вас есть копии моих книжек, они могут поспать, люди, кто хочет Оренбо, я в Умилеве, значит, можно там их в формате PDF, наверное, у вас взять, да? Да, туда можно, можно написать нам на почту Фрэнкотека, я обязательно перешлю. Да, ну то есть следующая лекция будет приурочена, мы чуть попозже объявим время и место. Всем спасибо, до скорых встреч, запись, скорее всего, будет доступна на YouTube-канале библиотеки, если техника не подведет. Спасибо большое. Спасибо.